Там не нужен Холипал. На второй фазе. Да, у него раньше не позволяют, по-хуй, у него уже профиль. Сейчас получается, чем Холипал? Т5. К Холипалу добавили масса отхил, а это рестор шамана соло тарь. Получается, что ровно тоже и выходит. Только у шамана еще, блядь, тотемы есть. Ну, такой себе масса отхил у Холипалу с кд в 180 секунд. Залупа. Залупа. У Холипалу есть бабл, у рестор шамана есть сталь. Ненормальный, блядь, шам, заебись, класс. Топовый хил, мне кажется. Ну, типа, как немножко проседает этот соло таргет у рестор шамана по сравнению с Холипалом. А у Холипалу этот проседает масса отхил с рестор шамана. Но масса отхила иногда бывает полезнее, чем, блядь, соло таргет. Так, бафы дайте, там минимальный ах. Ну, пошли трогать. Гриб исчез. Как гриб мог исчезнуть? Ну, посмотри, чат. Раздавили его, кто-то раздавил, какая-то корова. Он, Геннад, пишет ВВС-ку. Полностью рейт, весь сформирую перед, это, после треша. 60 метров же частицы. Не знаю. Ой-ой-ой, ни хрена там прилетела. В этих танках, надеюсь? Да. Стан, я раздавай. Стан, я работаю. Масса увешана. Взятка наград. О, забиш, видишь, лап. Да. 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 Сарфы, да. А где Каван? Молодец, попозже. У нас может куда-то срежь. Ого, жертва. А это вот прикол такой вот, кто-то убивает за контроль? Может, мы можем... Ну, что, чтобы они не убили нас? Нет, есть вихрь. Причем вы... Это... Треш-тишный сагрик. Так вихрь, я не хочу сагрик. Вот, забей, они болеют просто. Не знаю, зачем это делать. Вижу красные, бью. Погай головного молка. Я просто людей, которые меня будут убивать, я буду хилить в последнюю очередь. Приоритет. Кого-то же нужно меньше хилить, правильно? Ну, как на слепце, да, тогда? Опа, опа. А это что такое? Что за ГУП? Что за ГУП? Наверное. Вагабонт убил, родвара. Эх. Ну, тут сами лучше гаситесь. Смотри, хуярит полрейда, да? Ходили легенды, что пианист не убиваем, да? Ну, у меня это дело сработало. Точнее, он сработал, но, блядь, не отхилил. Почему? Да бывает такое, что он вообще не срабатывает, он вагит, спроси. Ха, просто пускай идут сами танчат. Давайте, милки, удачи. Кто там бьел? Танк-то, блядь, у вас один. Опять про Товарус посмотреть. Давай. А так ты че стоишь просто так? Сейчас его, блядь, просто убьет, нахуй. Надеюсь, это швы засчитал. Хоть бы бафнул кто-нибудь, блядь, что ли. И опять шуток. Приступ, бафну тебе. Ё, могу дыхание под водой бафнуть. Каким, блядь, танк нареет, нахуй, и, блядь, никто даже не бафнует. Ну все, наверное, бафну для газка сам, но тебя не зовут. Говорить бафу не хватает. По крайней мере, криковары нет. Почему? Напечатано. Он не есть на тебе. Да, я не вижу. Командир, длиннусе. Длиннусе. Не знаю, я вижу. Вот он. Перед длиннусе. Что, длиннусе? Не знаю, бывает, что нет, ображается. Тут есть ограничение на показывание вот этих бафов, которые у тебя вешаются. Может, какой-то аддон есть, который все позволяет тебе найти. Не знаю. А вы бы, милики, у маршала бы не стояли под витрю? Под витрю маршала? Да. А что, гречка в уплайн не играет, что ли? Право. Зайдет. Надо. Видишь, 25, пока человек уйдет. Все равно еще рейд не пустовал. Здорово. На этот голосу, я думаю, придет, нет, прямо этого ничего. В течение часа должен приходить. Ну вот, релогаюсь. А этот луч у фростмага, он замедляет? Нет. Вот, жалко. Еще бы он замедлялся, че там. Ну, блядь, трэш же, только не босс. Это слишком бьет. Мне надо наверх туда попасть. Опять? Это надо нямку в рейд. Кто может туда наверх? Пролезть как-нибудь. Шкаф и как-нибудь пытаться. Там нямка как-то пролазил. Греб, давай, это, шкаф. Он через шкаф, его суманули. Мне надо туда наверх. Чтобы сразу всем... И всем надо туда наверх, чтобы все сразу видели, что надо будет делать. В другом, я вам... Давай шкаф вот тут на углу и просто суммонитесь как-то, пробуйте, там, двигайтесь во время суммону. Мозер, включи админ-детектор, чтобы, если че, спрыгнуть вниз. Че за это, бан будет, что ли? Подавайте шкаф. Не будем. Углу. Не будет? Ничего не будет, что тут будет? Ничего не нарушаем. Да тут... Сегодня... Бегали ничего, можно ничего не делаем. Просто бегать. Мы же не получаем преимущество в обход игровой механики. Блять, вот как мне объяснить тактику? Как мне объяснить тактику, не находясь там, где это надо? Может, в бычку зайдем? ТД разные у людей. У меня даже... Я даже на палатинке, когда я другое. Портанутцем... Может, мага этот, блять? Блять, порт, блять, работает через эту... Не. Как шаман туда залазит? Какую узнает. Попробуй вот так, маг, короче, вбок прыгни. Чтобы стена тебе не мешала огненный блин конец. Не просто в стену, а вот так сбоку, понял? Ну, решайте, что мопета сделать можно. Да. Пета туда попробуйте отправить. Давай, попробуем. Ну, хант какой-то, отправьте пету. Че, проходит, пета? Ну, че? Не проходит? Девятацию попробуйте дать. Это не подходит. Не походит. Я не понимаю, зачем они эти сделали здесь? Че это дает? Ну, смотри, ты можешь вот, например, типа, прыгнуть сбоку, да, и сделать мешать. И так пытаться перескочить через... Я так понимаю, да, чтобы на следующих боссов нельзя было пройти. Да там есть тоже. Дверь закрыта. Там на следующих боссов есть эти приверождения. Мне надо быть именно на верхнюю платформу. Мы сегодня как-то... О! О! Путя прошел. Тогда можно ревогнуться, наверное, пройти. Все, а вот я прошел. Как он это сделал? Что с умой? Да он, блядь, пернул просто. По склону. Читер, скрина делаем. Копытом-то вареном, блядь, пробил на фрагонь. Сумой, че, других? Да, меня с умой не надо, а у меня есть внутреннее зрение. Я шпионка у меня. Тут просто в стены долбил. И еще один прошел, серьезно? Короче, релогаетесь в упор к стене и сразу же вперед нажимаете, когда заходите. Стена не успевает прогрузиться и вы проходите. Да, попробуем. Это очень старая фишка. Ну-ка, надо попробовать. Слушай, а если остальные стены, вон, у тебя так побыло? Дальше не советую рисковать так делать. Ребята, там на форуме темка была, а там чувачкам перманч за эту хуйню дали. За какую? За что, этот огонь перплыл? В Завя Мане обузили эту хуйню. Так они через СХ. Еще бы. Это они через что, нет. Они через СХ конкретно там летали. Там же видео есть. Я не успеваю, у меня слишком быстро прогружается. Плюс. Багинский хом слишком. А вы можете прямо во время загрузки уже вперед. Ага. С умойте, короче, это все. Здесь работает. Через полный выход или через риал ад? Нет, короче, просто риал ад. Я вышел в главное меню и зашел к персонажам. Ладно, все, конечно, хорошо. Все, конечно, хорошо. Давайте быстрее всем рейдом тоже. Чем быстрее, тем лучше. И запустить... Фу, слишком быстро загрузилось. Чтобы все видели, запустите там... О, прошу. Включите стрим. Так, ах. Не надо, не надо, не надо, не надо. Я сегодня эту хуйню объяснял. Я понял. На экскурсию выйдешь пока, кислород пускай заходит. Кто еще в курсе был? Гриб объяснял. Гриб тоже в курсе. Так, Полина заходит, кто кому еще? Кирсу объяснял, да? Гриб тоже заходит. Чтобы этот... Мотивола с нами была. Еще вроде, да. Ну, там где место это было. Это же ты про вторую-третью, да? Да. Меня объяснял, которую... Про третью. Я отойду тогда ненадолго. О, блин. Не переживай, мы все скоро отойдем ненадолго. Где-то Мафоня с Машей опять где-то. Я написал, он мне отвечает. Лёх, меня сегодня не было, если че. А, ну, туда спотсово выйдет, я отсюда вижу. Спотсово пускай выйдет пока, ты остается. Редвар, это уже идея была, БГ шел. Так, все в самонете схожи. А я пока отойду, там, время есть, минут пять. Тех, кому я сегодня днем рассказывал, можете. Повторение, мать, учение. У меня у одного пения не слагаешь. Сейчас вроде нормально. Не знаю, че я тебе должен лагать. У меня вроде нормально все. Нет, ты лагаешь. Может, у тебя лагает? У меня вроде не должно лагать. Две степени показывает. Ну, вроде нормально еще. Так, короче. Короче, все просто. Смотрите, тайминги, объясняю тайминги второй фазы. Как, что будет происходить. То есть, всем ридом. Поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх. Сразу бежим, становимся. Стой. Есть подозрения. Что? Например, нету кислого, нету здесь гречки. Вот гречка тут. Гречка там, кислого. Кислого нету вообще. У нас планета пока. Может, курить пошел. Кислый здесь? Нет. Хотя ему много знать не надо. Он в танке будет все равно. Похер. Такс. Дамагерами РДД больше. По степени хилам надо. Такс. Короче. Первый нюанс. Первый нюанс. Поднимаемся наверх. По таймингам объясняю сразу всем. Поднимаемся наверх. Становимся между третьей и второй платформой. Объясню почему. Потому что мы будем бить первыми или третью, или вторую платформу. Дальше. В зависимости от того, где будет моб с фером его будем сливать первым. Потому что сам иголимый моб, блядь. Сам от дохера проблем будет с ним. Нам надо первое слить с фером. Потому что еще один нюанс. Потому что у нас будет всего лишь пять мобов взрываться. Ну, то есть первые пять мобов будут взрываться. То есть за пять мобов взрывов мы должны его слить. Плюс дополнительный фер. Вот. Даем еру. Бурстим, короче, сносим, блядь, с начала этого моба. Мобы взорвались пять штук. И что, критично? Все прохилится. Дальше. Следующий тайминг. Появляется после убийства появляется еще десять мобов. Atom, с użyем, тем, Or, apartment, в связи с тем, что мы стоим на третьей платформе, меньше между второй и третьей. Естественно, мобы на третью платформу гораздо дольше будут идти, чем на первую. Первые мобы взорвутся на первой платформе, потом мобы взорвутся на третьей платформе. Дальше. Следующий нюанс. В связи с тем, что мобы пойдут в разные стороны. Мы одного человека оставим контролить мобов, которые пойдут на одну платформу, и всем остальным рейдам сдвинемся на другую. То есть, грубо говоря, нам надо снести две платформы, которые находятся посередине. То есть это вторая и третья платформа. Мы их должны слить первыми. Потому что мобам, которые будут идти на первую платформу, оттуда будет больше всего идти. Дальше. Сначала мы сносим третью платформу, потом вторую, потом первую. И только в самом-самом конце мы сносим четвертую. Объясню почему. На момент первой платформы, на момент первой платформы уже будет достаточное количество мобов, которые, блядь, взрывать невыгодно нихуя. Вот. Этих мобов мы взрывать не будем. То есть они, грубо говоря, мы убьем три феникса, у нас будет там немножко мобов, солидное количество. Что будут делать эти мобы? Эти мобы сначала пойдут к сдохшему фениксу на первой платформе, постоят там пару секунд. Потом, после первой платформы, они пойдут к следующей платформе, то есть ко второй. Там тоже сдохший феникс, они там тоже пару секунд постоят. После второй платформы, они пойдут к третьей платформе. Там тоже сдохший феникс, там они тоже постоят. Этого времени вполне достаточно, чтобы в войну четвертую. То есть, грубо говоря, мы сливаем первого феникса. Взрывов нету. Ну, практически никаких взрывов нету. Ну, то есть пять мобов только взрываются. То есть, это не критично, это все прохилится, никто не должен сдохнуть, в любом случае. Дальше. Идем сносить вторую платформу. На второй платформе будет один взрыв получается мобов от третьей платформы, которые остались 10 штук. Эти 10 штук поделятся на две разные стороны и дойдут до этих мелких по-разному. То есть, грубо говоря, процентное соотношение там 50 на 50. Сколько будет мобов? Туда может 6 пойти в одну сторону, в другую сторону 4. То есть, грубо говоря, если мы дадим контроль по трем мобам с той стороны и по двум мобам с этой стороны, то есть нам надо всего лишь пять мобов законтролить. Пять мобов законтролить, чтобы взрывы были прохили... Ну, чтобы взрывы прохиливались и было все заединить. То есть, за время взрыва этих мобов мы должны слить получается следующего. Это вторую платформу. Дальше, после второй платформы дополнительно появляются еще 10 мобов. Эти 10 мобов пойдут на первую платформу. Здесь нас выручит то, что у нас освобождаются танки с третьей и второй платформы, с третьей и второй платформы. И освобождаются хилы. То есть, у нас пять хилов, пять хилов будет находиться на первой платформе. То есть, грубо говоря, сейчас на звездочку на себя ставлю. Смотрите, чтобы проще было и понятно. Где, блядь, эта звездочка? Все прибежали наверх. Все прибежали наверх. Встали, короче, милики. Вот, печенькой бьют, лужи вносят сюда. То есть, в эту сторону, да? Чтобы мобы, если что, пошли к звездочке. А, мобы не пойдут. Да, мобы пойдут к звездочке. Дальше. Следующая, РДД-зона. Встали, короче, вот с этой стороны, вот с этой стороны. Стоите здесь, лужи появились, прошли вперед. Лужи еще проявились, прошли тоже вперед. Дальше, Хилы стоят здесь. То есть, прибежали, Хилы стали здесь. Хилите рейд. Дальше, сливаем первого, у нас освобождается пространство, от звездочки до ромбик. Весь рейд дальше смещается к ромбику. Здесь у нас будет уже стоять про-товар, который, если что, сможет дать швшку. То есть, в любом случае, швшку можно будет здесь дать. То есть, 5-4 моба, которые будут идти сюда, мы легко переживем. Но, первые мобы взорвутся звездочки, потому что от печеньки до звездочки меньше расстояния, чем от печеньки до ромбика. Естественно, да? То есть, этих мобов желательно законтролить вот здесь, которые будут, чтобы они намного дольше дошли до ромбика. Сначала взорвутся звездочки, там тоже надо будет два моба законтролить. Поэтому один человек, буквально, не знаю, может, сову оставлю, там 5 мобов будет идти. То есть, одного корня, второму вихрь. То есть, это остановит на 5 секунд, пока те 3 моба взорвутся. То есть, 3 моба взрываются, эти стопаются. Эти, по максимально стопаются, потом эти два доходят, и эти сюда доходят. Здесь даем швшку, и все нормально. Убиваем потом следующего ромбика. Здесь позиционка, милики, как обычно, относите лужи сюда, на правую сторону. РДД стоят уже здесь, по левой стороне. То есть, РДД стоят здесь. Дальше, по поводу хилов. Хилы, хилы уже все смещаются между платформами, ромбиком и трусами. Чтобы удобно было хилить и танков, и рейд. То есть, вы и миликов будете всех доставать, и РДД будете всех доставать. Единственное, что на той платформе останется, я останусь, плюс со мной останется один хил и мишка. Один хил и мишка останется со мной там, на той платформе. Объясню, почему мишка. Во-первых, если что, он сможет меня подменить на стату. То есть, во-вторых, он сможет продиспелить хила. Урона ничего не летит, кроме мелких от Анг и от Перев. То есть, грубо говоря, он меня сможет подстраховать, если что, применять на какое-то количество времени. И плюс хила сможет продиспелить. То есть, это не проблема. То есть, это мы там друг друга перехватим, это не проблема. Здесь, когда убиваете ромби, когда убиваете ромби, здесь будет стоять танчить про-товар. Про-товар, печеньки будет мишка стоять. Здесь будет уже швэшка, здесь уже будут личные сейвы. То есть, тут, в принципе, это тоже без проблем должно убиваться. То есть, этот феникс убивается дальше, хилы свою позиционку не нарушаете, стоите дальше здесь. РДД перебегаете вот сюда, вот сюда, стоите, здесь бьете трусы. Тут надо будет взорвать 10 мобов, но этих 10 мобов надо будет пиздец, как за контролей. Чем больше контроля по мобам, здесь будет, тем лучше. милики выносит сюда лужи. То есть, грубо говоря, все, которые появились мобы возле РДД, анкел, ты даешь замедление, там, блядь, совы можете откидывать туда-назад. Главное, вот этого вот, блядь, последнего, его надо будет бурстануть. То есть, мы, блядь, его бурстим, сносим по максимуму, не даем никаким мобам дойти сюда. Если мы его сносим, то, что мобы там уже доходят, это по хую. То есть, весь рейд тогда уже урона не будет ничего, кроме перьев, да? То есть, весь рейд смещается на самую первую платформу. И пока вот эти мобы, которые появились здесь, дойдут по кругу от платформы к платформе, блядь, до той платформы, до последней, да? У нас этого времени, там, две минуты с чем-то будет. То есть, это даже если не замедлять мобов. То есть, залить последнюю. То есть, грубо говоря, сливаем печеньку, потом ромбик. В ромбике будет один взрыв мобов, которые разделятся наполовину. Половина звездочку, половина в ромбик. Дальше. С ромбика сливаем, переходим, блядь, в трусы, появляется 10 мобов. 10 мобов надо, блядь, законтролить чудесным образом, не знаю как, но надо просто всех законтролить. Сливается этого не забирать, все бурсты отдаете. Мобов по максимуму контролите. Если что, можете даже притягивать по одному, по два этого моба, чтобы они даже немножко скивалить. Но обязательно тут будет уже находиться 5 хилов, здесь будут все дефы, все будет, грубо говоря, весь рейд будет находиться здесь. Всем рейдом бурстануть одного, я думаю, проблем особых не составит. Единственное, что надо будет обращать внимание, это на перья, которые будут лететь. То есть перьями, если не проведетесь, то будет все заебить. Если сливаем этого, если сливаем этого, трусы, то, блядь, мы босса убили, грубо говоря, нам остается один, который находится там, в первой платформе, даже если 20 человек выживет, ну, блядь, 24 ляма на 20 человек за 2,5 длины минуты, без, блядь, ни хуя, мы должны доковырять. Лех, а ты уверен, что они пойдут по платформе, они полетят по воздуху, как это было в прошлом? Они сейчас идут от, получается, от трупа до трупа. Они даже к трубу подходят и стоят возле трупа. То есть мобы идут к трупу Феникса, видят, что не могут взорваться, дальше выбирают самого ближайшего Феникса и идут к нему. То есть ближайший здесь получается Ромин. То есть они подходят, видят труп его, что не могут взорваться. Дальше что делают? Стоят пару секунд и дальше идут печеньки. То есть оно по кругу пойдет так. Слушай, а если Феникс, который с Ферром будет допустим в трусах либо в... Ну брать хуй на него, значит будем там ебаться. Что поделать? Наша самая большая удача будет в том случае, если этот с Ферром снесется в первых. Но опять же есть еще один нюанс. Когда Феникс, а падает перья. То есть учтите этот нюанс. Если вы не отвернуты, вы в перее в луже простоите хуй знает сколько времени и от этого сдохнет. То есть на ферре надо сто процентов отворачиваться от Феникс. Других вариантов просто нету. Если вы не отвернетесь это вайп сто процентный. Название знаков напомните ярость я помню рассеянность и усталость вроде Фир. А четвертый какой? Слабость. Слабость. Что слабость дает? Минус физуха? Рассеянность минус магия? Да. А усталость это минус манорегены этот и ярость. То есть которая усталость вот Фирка стоит, да? да-да-да. дальше. Так, сейчас посмотрю по рейда, перетасуем. Так, взорвавый. Флутбон выходит пока. Тут Гриб предлагает Дезерона взять танка. Чтобы он не танчил. Алара. Танка? Ну, хорошая идея. Кислый заходишь. Так, спитслый в танке если что. Блядь, диковат. Мне он так нужен, пиздец. Вообще не говорил. Говорил, что будет. Так, дальше. В 6 хилов идем, получается. Элбрил. Элбрил. Так, ванхи пока что на замене. Элбрил этот. Сюда, сюда, сюда. Так, дальше. Кирс ты хиля. Кирс хиля. Дальше в риф заходишь, рейд. Пока что так. И на эликс тоже. Все, вот так пока что. Потом может поменяю, если буду видеть, что не то. Не надо. Что делать в 4-м танке? Так, по хилам, по хилам, короче, смотрится. Или может у тебя спектно? Для шв еще будет. Ладно, похуй. Пошли пока. Так. Короче, ладно, пошли пока так. Так, звездочка, звездочка, если что, звездочку танчу я, дальше, печеньку, кесла, ввод ромбик. Дальше. Следующий нюанс, по хилам. Кирс, останешься в звездочке со мной, если когда убьют печеньку, тоже к нам бежишь на звездочку. Дисплейлишь кирса, плюс, если что, меня подхватываешь, там, если стаки спадут. Так, дальше. Есть остальной рейд, бежит на ромбик, ромбик, заливается ромбик. По контролю, локи есть, фанты есть, то есть, должно контролиться. Первая фаза. Я с кислым танчу по очереди. Там бодж уже не настолько сильно прошибает, так что, кислые тайны. И, так, рыбу ставлю, сопроты пьем. Так, я каски раздаю. Я в ДЦ, лёх? Да, ты в ДЦ. Купол, когда будем ставить? На своё усмотрение. Купол, на своё усмотрение. Я так понял, что на начало второй фазы нужен анонс, какой из меток усталость. Правильно? Не надо. Если его там нету, блядь, с похуй, всё равно бьём. Бьём печеньку, потому что нам надо освободить или... Короче, тут факт в том, что нам надо бить или печеньку, или ромбик. Если там этого моба нету, похуй, всё равно любую из меток будем бить. Потому что нам надо будет там освободить в любом случае место. По-другому никак. А трусы никто не танчишь, что ли? У тебя спекайся в танка, если что, в танке нёшь трусы, блядь, подержишь просто. А кто луки хилить будет? А луки у нас будет хилить ... ...прость. у меня гибрид билд. В принципе, нормально. В смысле, нормально. Подержит, пока что подержит. Там не похоже. Если получается освободиться у нас ромбик, ну там простю похилит, но смотрите, окей, простю хилишь, но тут есть еще один маленький нюанс. Гена, сместишься, станешь там вместе с простей, между трусами и ромбиками будешь бить ромбик. И плюс простю будешь диспалить. Других вариантов не а мы еще каски там не дал. Кого забыл. Гриб, где ты лазил что-ли? Каски давал локом каски. Так, выходили, мы же сидели там. Подожди, дай ромб нас. по пристам костю. Лех, а сообразим как-то третью ауру с тотемами на огонь? По возможности. Ну, блять, если вау только поставят, я на броню не могу переставить. Там, когда будет прожимать мастера ауру, чисто нажмет, а потом вернет. Тема на огню старт, тотема на огонь старт. Этот, сопроты обязательно. Че, может, кто первый ловит? Первый будет забирать, а потом заберу я. Ничего, что? Первый кислый, потом заберу я. Кстати, я так для справки, Ути убьют с двух ударов. Он не фу, там кошмотит. Че, у меня кольцо туда? Я просто все ссылки в силу кину. Короче, это коробный трайвер. Поставлю силки в стамены. погнали, посмотрим, а дальше. Буду думать. Есть еще варианты. проверку. Клак медведя дадут. А, да, клак. Два чего не хватает. Эту каску еще бахни, пожалуйста. Держите. А, кто диспелит вопрос? Нужно он. Он уже умеет. Блядь, вы заебали, где лазите вообще, когда я каски раздавал? Мы с грибом взаимствовали. Че, одни каски типа есть, во-вторых нет. нету. Все, все готово, на пол накисло, по готовности. Совы все на дальний круг. И махом пил тоже на дальний круг. на дальний тюк, на дальний Серьезно? Я напую его. Эх, мочевала, поднимай. Бас, забираю, бас. Бас, забираю, бас. Бас, забираю. Бас, забираю. Бас. Одного стопорнуть. Стопорните, блядь. Забираем Всё, сейчас доходит Раз Далее в контроле Проводи Ладно, не проводи Всё, сейчас проводи, потому что касс пойдёт Одного стопорнуть Ужалый касс Т-2 доходит Что-то парни Забрал Раз Помоги На лавку Чё, два могут доходить Чё, тоже не убираем? Две секунды Забираем Масса поднимешь Баф только обновите Пойдёт, мама Чё, вот кто стопается Каст Пойдём 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 Карт Всё, ладно Пойдём Пока идут Тресло, Пойдём 10 секунд Заберу 20 штабов Сейчас выбираю Красите, красите лейку На контроль Следующих 10 вот этих хлопаем и переводить надо Одного контроль подвоза 5 секунд 8% У меня тоже швы 7 Погните ДПС Скай 2 моба взобьется Одна десятая Паза Нормально побежали, просилимся по ходу Дойду с периодичностью Все Забежали 4 Чё ты Ебать А надо было дохлопать Чё их за контролем Надо было дохлопать их Так вот чё там баны не оставили Я думал там бан будет Нет блять Так баны походу и были Так блять Там 4 моба осталось Ну а не шо ты Треть Чё с блять С метками Да спрыгнете Усть Слабость видишь На третий На третий Я усталый Яр Да Все нормально Слабость Рассеянно Слабость Рассеянно Ложитесь Не вставайте только до того как босс вернется на своё место Сейчас резните шкаф поставьте я пока усилки перебью Фага Те кто за текстуру спрятался А тем не было То есть в углу к стене кто встал На прямой видимости босса не был Тот не получил Те кто с краю стояли Тоже получил Я тоже бежал ноль урона вообще приятного Рыбу ставлю Странные дела творятся почему по одним урон прилетают по вторым В общем вопрос Хороший Типа сверхновая 18 А может просто сопротни у всех был? Анкул без опрота странный вроде пил тоже без опрота почему-то показывают бафа даем полины есть он висит шкаф суммонить Барфа Товару Даю проверку Барфа Барфа Ты не сможешь, ты первого возьмешь, чтоб сразу округл был Там без разницы Да Давай, че не хватает? А, все хватает, не знаю Все, по готовности я тогда первый беру руки Ты первый? Да, я первый, ты второй заберешь, прошло двух костов Ну-ну-ну-ну-ну Ваш Каст Каст Могро Могро Недлижних отпускаем, дали контролю Проводи Могро 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 Иди Ну все, нормально, пускай доходит Все, забираю басса Каст где же не опускают доход доходит нормально два опускают каст 5 секунд урона побольше залазим хорошее результат вообще каст слежник пускают доходы дали в контроль пускают доходы 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 переводим босс с переводить на дейтенах лук а переводить обос билдь отпустить их главное в 1 10 фаза чел там один год достался хорош и на фазу так я трус и дань власти жизни сама последнего 2 1 0 все сразу сонку стадо просите там силы на фу подним один щелком не кто не а пола стал кирс девутья бежит я рука я поле по первому господин не в том числе вставать сейчас заберу будет ярость слабость слабость тут далеко у меня попал кланат хират кита отворачивайся когда крик феникса будет каст теперь я вынесли потом только в босс контроль мы вас один дойдет ничего страшно хиле лереет еще одного крик у нас веряет получается наш двадцатый год пире 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 и отворачиваться они не отворачиваться потому что они не знали что у них там фир так я сказал же сразу так получше как то надо сказать я хуй знает я спиной к нему стою к вашему рик вот этот момент уже должен вам сливаться у него еще пять процентов да нормально еще раз только отворачиваться вот и этом эти мобы должны расходиться на две разные платформы то есть один туда и один сюда если бы блять отворачивались блять уже мыслили бы я же говорю найти где усталость если вы встали на нем то вы должны стопудово знать что это усталость и следить его каст и перья не проебывать перья кастует босс сверху нахуй вы стоите вы сами выбирайте алара фокус на да причем они же все его бьют блять хилы уже отвернутые стоят но не все в фокусе угля держат понимаешь я все мышкой на него тыкаю в смысле блять а как его бить если он не фокус ну как и на второй фазе до этого же не надо бить феникс он просто в небо смотрит хилом берешь алара фокуса феникс в таргет ну да да у меня тоже самое так да не обязательно тут анонсит даже каст перьев типа даже анонсит смотрите вы носите каст перьев там один человек анонсит каст перьев все а все остальные смотрят за кастом того кого они бьют да видите как раз крик феникса значит надо отвернуться вот если мы сливаем вот этого первого с фиром что принципе реально если бы вы отвернулись на один банальный фир то есть если кисло бы отвернулся на фир то возможно он бы не лег если бы хилы отвернулись кисло слив прожимку прям перед перифазой основную вот и получается поэтому я слег да я понял но смотри тут еще один проблем типа возможно тебе просто не прохилили силы когда я взял афир че давай еще разок ты лег в тот момент когда был фир шкаф габриева суммоним кого еще там гепка пк все хорошо просто самое опасное это усталость каст фир по-моему он дальше платформа не кастует только на подбеге достает не смотри крыша поехала походу потому что хорошо перевели не смотри почему постоянно крик феникса вот этот фир он в разных фениксах не факт что он будет в усталости он может быть в ярости или всякой подожди 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 ты имеешь ввиду фир у ярости может быть да не ни разу не видел не понимаешь тут в чем прикол вот сейчас типа оно по-разному фир дает фир походу не привязан типа он может появиться у рандомного ярости усталости вижу вот сейчас второй раз на прошлом вчера видел первый раз я у ярости я его точил несколько раз только вот эту скидывающую хуйню этот дизарма ничего там дает хера нет только усталость дают окей типа если он будет так дальше появляется на одном и том же месте то это вообще заявить фир вот кстати мы по таймингам по таймингам по дпс у идеально успеваем если не ловить фир вот если не ловим фир то тайминг идеально там пять процентов у него осталось как раз бы в эти пять процентов появились бы эти мобы и пошли бы в разные стороны то 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 Продолжение следует...